Всем привет! Сегодня у нас с вами зарядка пройдет на коврике, либо лежа в кровати. Если вам совсем не хочется вставать, это будет прям очень классно. Мы с вами садимся на таз, выпрямляем ноги, насколько это возможно, упираемся руками сзади и будем начинать работать со стопой. Делайте движение на себя, согните колени, вытяните носочки и потянитесь пальчиками вперед. Колени до конца можно не вытягивать, чтобы корпус не уходил назад. То есть вы должны оставаться в вертикальной линии от таза. Поехали. И раз, и два, и три, и четыре. Макушка тянется вверх, вы очень хорошо вытяжение чувствуете от копчика до вашей макушки. Последний раз. Натянули и начали круговые движения в одну сторону по часовой стрелке. По часовой стрелке. И раз, и два, и три, четыре. Здесь ноги могут тащить вас за собой. Почувствуйте, как вы перекатываетесь по седальщинам буграм. Это будет типа миофасциального релиза, если вы сидите на полу. И в другую сторону точно так же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Вытяните стопы. Очень хорошо напрягите вот эти мышцы, которые разгибают наш коленостол. И вытяните ноги, отклонившись немножко назад. Делайте выдох, скругляйте ноги. Ой, скругляйте спину. Вдох, сокращайте стопы. Выдох, натянуть стопы. Вдох, сократить стопы. Почувствуйте натяжение задней поверхности бедра. Если вы не сильно отклонились назад, у вас очень будет хорошее натяжение. Если у вас есть возможность сделать это более ровной спиной, то есть немножко подавать грудь даже вперед, то будет вообще замечательно. У нас осталось два раза. И останемся с вами в прямом положении. Грудь раскрыта, ребра раскрыты, стопы на себя. Вращаем стопы вправо и влево от бедра. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поворачиваем стопы, поворачиваемся на таз. Очень хорошо доворачиваем таз, прямо чтобы ягодицы оторвались от пола. Почувствуйте натяжение по боковой части. И потом мягко сворачивая таз, в последнюю очередь возвращаем стопы. Стопы делают движение, следом колени, бедро, отрывается ягодица. Мы поворачиваемся на одну сторону, вытягиваемся, макушка, чувствуем растяжение внешней стороны бедра. И возвращаемся в исходное положение постепенно. Повторим еще по два раза в каждую сторону. Если вы не сильно отклоняетесь и не сгибаете локоть, то у вас все будет хорошо вытягиваться. И назад. Подайте пах вперед, пах сзади стоящей ноги, прям хорошо вперед, сомкнув внутреннюю поверхность бедра ног. По последнему разу. Сегодня такая разминка, которую можно делать даже при нездоровом состоянии. Когда вы чувствуете недомогание, но хочется немножечко размяться, эта разминка очень подойдет. И возвращаемся. Замечательно. Согните ноги в коленях, руки поставьте сзади. И сейчас мы с вами будем делать круговое движение грудной клетки, уходя вниз и вперед. То же самое, что мы делали с вами поступательное движение вперед-назад. Сейчас мы добавим наклон, небольшой поворот корпуса в сторону и в другую. Руки можно поставить дальше, их можно немножко сгибать, чтобы увеличить амплитуду движений. Ваша задача сделать это просто нерезко. То есть мы не танцы танцуем, а очень мягко чувствуем, как ребра у нас открываются сзади, лопатки, потому что уходят наверх. И потом ребра открываются спереди. И вниз у нас выдох. И вдох наверх. И вниз. И вверх. И вниз. И вверх. Последний раз вниз. И в другую сторону точно так же. Очень хорошо отодвинуть лопатки из позвоночника. И собрать лопатки. При этом макушечкой, пожалуйста, тянемся наверх, не запрокидываем голову. Когда у нас идет, очень хорошо открывается грудной отдел, у нас подбородок чуть-чуть приподнимается, давая свободу грудному отделу. И последний раз. Вниз выдох. Вдох. Зацепитесь за коленочки. Вытянитесь макушечкой наверх. И сейчас мы будем с вами разворачиваться. Я начну с внешней стороны, чтобы вам было видно. Закручиваемся, тянемся в сторону ногой. Ой, рукой. А таз наклоняем на впереди стоящую ногу. Вытянулись. Видите, у меня ягодица отрывается. Дальше мы возвращаем ягодицу. И скругляем поясницу. Вытягиваемся макушечкой в исходное положение. Разворачиваем одну ногу. У нас бедро согнуто примерно в 90 градусов с корпусом. Рука тянется, и мы фиксируемся на ноге, как будто мы хотим упасть. И наклоняемся вперед. Такое летящее состояние. Я сейчас гипермобильно показала. То есть чуть больше наклон вперед. Возвращаемся. И поясница. Давайте еще попробуем. Вытянулись. Развернулись. От руки оттянулись хорошо. Подняли ягодицу. Наклонились вперед. Рукой следим, чтобы лопатка у нас вытягивалась от позвоночника. Почувствуйте натяжение в ягодице и той ноге, которая у вас на полу. Вниз. Исходно. Развернулись. Раз. Раз. Ногу хорошо зафиксировали. Руку растянули. Наклон вперед летим. Вот будет очень сильно больно ягодице у тех, у кого есть спазм грушевидной мышцы. Это такая будет намек вам на то, что надо поработать с ней. И вверх. Последний раз. Вот если у вас есть болезненные ощущения и вы вообще пострадаете синдром грушевидной мышцы, напишите в комментариях. Если комментариев таких будет много, то я сниму тренировку соответствующую, что делать, когда есть синдром грушевидной мышцы. Хороший наклон вперед, вытяжение. Последняя скатка на поясничный отдел и вытянулись наверх. И мы с вами уходим на предплечье. Уходим на предплечье. Поставьте ноги точно так же прямо и чуть побольше подкрутите в себя таз. То есть поясница должна быть гамаком. Из этого положения мы начинаем делать движение шеи наверх, грудной отдел и в себя. Наверх грудной отдел и в себя. Первое идет у нас подбородок до пупка. Выталкиваем себя локтями. Поднимаем грудной клеткой голову наверх. В себя задвигаем шкафчик. И вниз. Снова подбородок к пупку. Оттолкнулись локтями, собрали лопатки. Вытянули ребра. Хорошо, немножечко можно перекатиться на седалищные бугры. Подняли макушку. И ушли вниз. Самое главное не закидывать голову наверх. И последние два раза более интенсивно. Отлично. И последний раз. Замечательно. И совсем опускаемся на лопатки. Ноги остаются в коленях согнуты. Почувствуйте, как у вас хорошее идет такое вытяжение. И стопы упираются в пол и тянут коврик к себе. То есть вы так подтягиваетесь. Мы начинаем с вами вырастать, артикулируя позвоночником. Подкручивается таз. Дальше подкручивается поясничный отдел. И вытягиваемся в одну прямую линию, не вставая на лопатки. То есть у нас плоская линия. Из этого положения мы мягко опускаем колено на пол. Раз. Можно не до конца. И вытягиваем два. Другую точно так же. Три мягко опустили. Четыре. Подкрутили позвоночник, ушли вниз. И ноги подтянули, очень так сопротивляясь к себе, чтобы включились еще поперечные мышцы и мышцы тазового дна. Поставили. Снова. Копчик. Поясница. Ребра нижние. И на лопатке встали, но плоская спина. Проверите, пожалуйста, свою шею. Она должна быть удлиненная. Одна ножка в сторону. Вверх. Другая. Вверх. Мягко вниз. И скользим ногами по полу, сопротивляясь к себе. И поставили. У нас последний раз. И таз. Ребра. Вверх. Вытянулись. Правая нога в сторону. Возвращаем. Левая нога. Возвращаем. И мягко скручивая по очереди позвонок за позвонком, подтягиваем ноги к себе. И останемся в этом положении. У нас мягко вытягивается нога в потолок. До конца можно не вытягивать, но стараться и стремиться именно пяткой в потолок. И раз. Таким образом, у вас немножко подкручивается таз. И вы чувствуете напряжение в мышцах живота внизу. На выдохе. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще два раза. Выдох. Вдох. Кто может до конца вытянуть ноги, вообще замечательно. Две ножки в потолок пятками, они могут быть согнуты. Руки в стороны. И мы поднимаем руки и начинаем отрывать руки от пола. Вот именно лопатки вытягивать и возвращать. И раз. И два. И три. Четыре. При этом шея вытянута длинная. Никто на затылок, на макушку не поднимается. Только руки длинные, короткие. Длинные, короткие. Вытянули длинные руки. Одна нога опускается в сторону. Руки в сторону. Нога вниз, руки в сторону. В исходном положении остались. Ножку накрест поставили с внешней стороны и развернули колено. Коленом поехали вниз. И остались сидеть в этом положении. Раз. Лопатки пола касаются. Руки, ну, может чуть-чуть не касаться левая лопатка. Вытянув руки в стороны, колено в пол. Три. Два. Один. Упираемся правой рукой и хорошо даем такое сопротивление. Вырастаем обратно. Меняем ногу. И другая накрест. В сторону раскрыли. Тянемся коленкой в пол. Теперь сопротивляемся левой рукой, чтобы мы могли мягко опуститься и не упасть. Потянулись правой рукой. Вытянули лопатку вдоль пола. Держим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Упираемся левой рукой. Хорошее сопротивление даем полу и поднимаем ноги. Ножки согнули, захватились за коленки. Кивнули головой. И на четыре счета мягко вырастаем. Мягко, без рывков. Сейчас у меня тоже. Это не всегда получается. Мягко. Вот так. И вытянулись наверх. Наша тренировка, зарядка такая, очень мягкая, подошла к концу. Я ее очень советую выполнять. В том случае, если вы себя неважно чувствуете, но хочется немножечко лимфатического оттока, чтобы отеки у нас не застаивались. И чтобы у нас, в принципе, движение в организме происходило. Потому что, когда есть мысличный насос, и если не температура 40 градусов, естественно, то быстрее проходит ОРВИ непосредственно, потому что мышцы работают и кровь качают быстрее. Все токсины выходят лучше. Поэтому, если у вас есть желание, и самое главное, нет температуры высокой, то я рекомендую двигаться. И вот такая тренировка, она идеально к этому подойдет.